Всем привет! Добро пожаловать на семинар, посвященный новой версии CorelDRAW 2020. Меня зовут Павлов Юрий, я преподаватель Центра компьютерного обучения, специалист по направлению веб-технологии и компьютерной графики. Немного о фирме Corel. Фирма Corel, канадская, выпускает различные программные продукты. Среди них, наверное, самый известный, который ассоциируется с фирмой Corel, это CorelDRAW. Но, возможно, вы слышали и другие продукты этой фирмы. Сейчас Corel продает Corel Painter, это одна из самых мощных рисовалок на сегодняшний день. Также вы можете встретить PaintShop, это для обработки изображений, Видеостудия для обработки видео, WinDip упаковщик и MindManager, это для создания ментальных карт. У нас в центре мы обучаем по направлению CorelDRAW и MindManager. Также у нас есть курсы для обработки видео. И самая выдающаяся программа, конечно, здесь CorelDRAW. Но вот посмотрите, какую прелесть можно создать с помощью того же MindManager. У вас, надеюсь, примерно такие планы на отпуск. Возможно, они когда-нибудь воплотятся. Эта программа MindManager позволяет создавать вот такие красоты, вот такие интересные сюжеты. Но, конечно, основная программа это CorelDRAW. И если мы откроем список программ, которые входят в этот CorelDRAW, то вы встретите здесь несколько программ. Это CorelCapture для захвата экрана, это CorelFotopaint для обработки изображений, и CorelDRAW, векторный редактор. Мы сейчас как раз поговорим о CorelDRAW в версии 2020. Надо сказать, что в последней версии Corel потихонечку уходят в облака. И в облака, можно сказать, почти что ушел и сам Corel. Но нет, он не совсем ушел. Он только, так сказать, одной ногой там нащупывает свой путь, потому что появилась вот такая программка CorelDRAW App. Вот такое приложение, о чем мы еще сегодня поговорим. Которая работает в облаке и которая позволяет тоже создавать векторное изображение. И имеет возможность интеграции с основной версией CorelDRAW. С самой версией CorelDRAW. Вот. Ну, когда мы говорим про облака, вот здесь вот у CorelDRAW такая политика. Потихонечку в облака уходят очень красивые заливки, очень красивые текстуры и так далее. Очень красивые сюжеты. Вот, например, есть такая тема шаблоны. Может быть, слышали такие шаблоны, темплейты всякие и прочее. Вот. И вы видите, здесь какой-то набор шаблонов идет. То есть, в принципе, на основе чего вы можете создавать уже сюжеты. Ну, вот здесь вот кнопочка есть дополнительная, которая позволяет мне еще импортировать какой-нибудь интересный шаблон. Какой здесь интересный шаблон. Ну, что-то здесь их не очень много. Ну, вот они, видите, вот такие вот симпатичные шаблончики. Вот такие вот разные шаблончики здесь есть. Тут надо сказать, что мысль возникает, что, наверное, можно и без этого обойти. Вот. И когда мы с вами будем работать, ну, показывать я шаблон, конечно, использовать дальше не буду. Но CorelDRAW позволяет создавать и новые документы, и пустые. И здесь, в принципе, в новой версии ничего здесь такого страшного или потрясающего на эту тему не произошло. Ну, все осталось, как было раньше. И в Corel, что еще очень удобно, здесь многостраничная система. То есть, я сейчас нахожусь на первой странице. Ну, вот внизу есть вот окошечко для добавления страниц. И я здесь могу нажать, вот плюсик нажать, новую страницу. И таким образом, в принципе, я вот так могу добавлять новую страницу здесь. Ну, вот. И, в принципе, я получаю такой многостраничный документ. Это может быть журнал. Кстати, на Западе активно Corel используется для журналов, например, для рекламной продукции, естественно, и так далее. Вот. И здесь, в принципе, сразу вы видите с левой стороны набор инструментов идет. И, ну, вот, наверное, самая простая штучка – это прямоугольник. Из того, что может быть. Вот. Прямоугольник. Вот такой прямоугольник. Видите, он прям вот такой настоящий прямоугольник получается. Ну, здесь, как обычно бывает, когда вы видите вот такие уголочки, это там создаются дополнительные объекты. Ну, Corel тоже, вот, знаете, свои такие вот есть фишки. И, в принципе, есть здесь вот инструмент. Вот так на английском. Шейпер называется вот такой вот на вторую по счету. И, видите, здесь можно так скруглять углы. И таким образом я могу модифицировать фигурки. Я могу из эллипса сделать дугу или сектор. Это все это правится, редактируется. То есть, в принципе, в общем-то, получается, что я могу вот эти вот объекты сделать новый логотип Сбербанка. Такой вот, например, продать за 80 миллионов. Вот. Такая красота. О, да, глазик еще нужен. Вот такая штука. Вот. Здесь денежка. Один рубль. Жадная пасть такая вот. Вот. Эта пасть может вот так делать еще. Смотрите. Фу. О, о, о. Съезд сейчас. Вот. И, в принципе, объектов у Corel здесь довольно-таки много. Вот. И спирали различные и так далее. Появился там в одной из последних версий инструмент динамика такой симпатичный, который позволяет создавать очень интересные эффекты. Вот такого типа, например. То есть, я могу... Такие разные вспышки делать. Вот. Здесь можно разные настройки применять еще. Радиальные там, параллельные и так далее. То есть, в принципе, здесь вот такие красоты можно делать, в принципе, на ходу. Ну, и, в принципе, здесь вот эти все инструменты, они, знаете, такие какие-то очень интуитивные. То есть, единственное, что, конечно, через три точки здесь вот не каждый человек сходу сообразит, как рисовать. Но потом, в общем-то, пара щелчков, и вы уже владеете этим инструментом. То же самое вот здесь есть, например, заготовки, там, спиральки, звездочки различные. И, в принципе, здесь вы можете, увидев, что инструмент вот этот вот, работа с узлами такой вот есть, редактировать вот эти вот фигурки без проблем. Вот. И получать звездочки 5, 6, 7 и так далее. Ну, у Corolla здесь, смотрите, что интересно. А сейчас очень многие программы размещают, в общем-то, свойства с правой стороны. И у Corolla, вы видите, свойства находятся вот здесь вот сверху. Но надо сказать, что в старших версиях Corolla они сделали такую панель свойств и разместили ее тоже с правой стороны, чтобы можно было отсюда управлять всеми свойствами объекта. Вот сейчас вы видите весь набор свойств, которые относятся к данному объекту. Вот. Мы Corolla, у нас Corolla разбит на две части. Первая часть у нас такая достаточно длинная. Там у нас, в общем-то, много занятий, 10 штук аж. Вот. И там, в принципе, мы смотрим, как можно вот такие базы примитивчики рисовать, как можно визитки создавать и так далее. А вторая часть – это уже всякие красоты мы смотрим. Вот. И сейчас я вам показываю такие достаточно примитивные такие вещи. И, в принципе, хочу, чтобы просто вы видели, насколько здесь все, в общем-то, здорово сделано. А вот, кстати говоря, по поводу визитки. А визитки вообще кто-нибудь использует из вас? Там плюсики поставьте, кто хоть как-то использует. Есть такие люди? Ага. Ну, вот. Ну, вот на Corolla визитку делать – это вообще одно удовольствие. То есть, размер визитки, там, 90 на 50. Допустим. Вот. 90 на 50. Вот у меня вот такая визитка здесь создалась. Вот что у нас на визитке, в общем-то, идет. Фамилия, имя, да, в принципе. Ну, вот фамилия, имя – это текст. И я здесь вот так, например, размещаю. Фамилия. Фамилия, имя. Вот, допустим. Потом здесь у нас будет логотип. Ну, допустим, логотип будет как раз вот такой вот. Йоршик, например. Фирма называется «Боевой Йоршик». Вот, и вот вы видите, в принципе, все это достаточно легко размещается. Остается здесь контакты ввести, там, телефоны и прочие контакты. Вот. Вот, размер текста я могу вот так быстренько уменьшать. В принципе, вы видите здесь, что у Корла возможности здесь достаточно, в общем-то, ну, стандартные. И можно, конечно, на Word было бы такие вещи сделать. Вот. Но, кстати, что интересно, вот, конечно, ближайший конкурент Корла – это иллюстратор. Вот. Слышали, наверное, такую программу, да? И здесь, конечно, творческие возможности у иллюстратора. Ну, в некоторых областях, конечно, покруче Корла будут. Ну, вот, я всегда говорю, Корл – шея, иллюстратор – глубже. Вот такое интересное, в общем-то, замечание. Вот. Но, что интересно, в Корле, например, создание симметричной фигурки – это дело, в общем-то, достаточно простое. То есть, например, я хочу нарисовать логотип. Я хочу нарисовать, допустим, вот такую штучку, вот, и ее, например, отобразить вправо. Вот так. Раз, и все дела. Хочу отобразить вниз. Раз, и все дела. Это все делается, в общем-то, вставлять готовые корпоративные. А почему нет? Конечно, можно, как раз, какие логотипы вставлять. Вот. Ну, вот, здесь есть такая операция файл – импорт. Импорт. И я могу взять какой-то готовый логотип. Ну, вот тут у меня, вот, логотипа нету прямо вот в этой папочке. Ну, в общем-то, посмотрите на список форматов файлов. По-моему, Corel поддерживает все, что только можно, может быть. Вот. Но я сейчас вам показываю такую штучку, симметричный объект. Вот, кстати говоря, чтобы сделать это в иллюстраторе, нужны определенные навыки. То есть, сходу вы так, в общем-то, не сделаете. Потому что там это все делается весьма, ну, скажем, необычно для пользователя. А в Corel это все делается, вот, смотрите, как. Я сейчас вам покажу, что я делал. Итак, вот так вот я щекнул, потом нажимаю Control. Control я нажимаю, чтобы, когда я буду вот так переворачивать, чтобы у меня, видите, масштаб был один к одному. Вот я получаю масштаб один к одному. И теперь коротко правой кнопкой мыши, чтобы сделать копию. Вот так вот. Эти навыки, в принципе, вроде бы, кажутся, они такие мудреные. Правая кнопка, где вы еще использовали правую кнопку, вот так, пока вы держите левую. Пока вы держите левую, вы используете правую кнопку, да. Вот, это, наверное, немножко необычная такая ситуация. Вот, ну, для Corel это нормальная ситуация совершенно, и к этому легко привыкаешь. Правда, бедные пользователи Mac, у которых одна кнопка. Вот там будет проблема. Вот, ну, кстати, я вам показывал, как можно сделать вот такую симметрию, да. Вот. Но, кстати, а можно потом вот так вот сделать, да, вот так. Я вниз переворачиваю, вот. А потом я могу, например, сделать из этого объекта вот такую готовую замкнутую фигурку, вот. И дальше ее использовать. То есть, в принципе, все делается довольно просто. А, кстати, и по поводу симметрии. У Corel появилась, в общем-то, в какой-то из версий такая очень интересная штука. Тоже она называется симметрия. Симметрия создает новую симметрию. Вот. И, в принципе, вы сейчас видите, вот такую симметрию меня создает. Вот. Сейчас надо показать, где там было показать линии симметрии. У меня просто в стороне находится от листа. Вот эти моменты не очень любят. Вот. Но я сейчас получаю вот такую симметрию. И более того, я могу 2, 3, 4 объекта вот так вот создавать. И я получаю вот такую вот картину. Вот. Такого жука. Это можно редактировать дальше. То есть, в принципе, вот такие симметричные объекты я могу создавать. Вот. И, в принципе, вот эта вот очень интересная возможность. Она, ну, в общем-то, такая уникальная для программ. Вот. И, в принципе, она очень полезная такая возможность. Потому что все динамически, в общем-то, делается. Вы можете посмотреть на YouTube ролики там на тему симметрии. Там красоты неимоверные можно создавать на эту тему. Вот. Но, в принципе, вот у нас вот такая визитка идет. В принципе, вот эту визитку я могу сохранить, экспортировать и так далее. Сохранить. Например, вот сюда вот визитка. Визитка 2. Вот. И, в принципе, я могу ее дальше печатать и так далее. Но вот посмотрите, за что Corel очень любит. Corel любит вот за такие вещи. Например, нажимаю печать. Я хочу размножить, в общем-то, эту визитку на листе. Вот. Так. И я могу... Так. Могу перейти... Вот здесь такой специальный режим есть. Где я могу вот ее вот так вот размножать, эту визитку на листе. Вот. В таком духе. Ну-ка, что у нас там получается? Получается у нас вот так вот. Вот. И таким образом вы можете сразу такую коллекцию создать. И это может быть визитка, может быть этикетки, может быть все что угодно. Вот. Это очень удобно. И напечатать, либо сохранить эту штуку. В общем-то, вот такая вот полезная вещь. Вот. И, в принципе, эту возможность, в общем-то, ценят и, в общем-то, вовсю используют. Вот. Но еще одна интересная возможность у Corolla – это то, что я могу сюда, в общем-то, подгружать данные. Ну, во-первых, я могу из текстового файла брать тексты, например. А могу организовать SQL-запросы и обращаться к базам данных, чтобы оттуда данные выгружать прямо сюда, в дизайн. И получается, что я могу таким образом, в общем-то, сюда помещать любые данные. Вот. Правда, здесь надо настраивать эти источники, но вот в таком духе. Вот. Теперь мы с вами сейчас смотрим такие боевые применения, в общем-то, Corolla – это визитки, например. Вот. Но, в общем-то, можно, конечно, использовать ее для красоты тоже. Вот. Вот такая вот инфографика. Это из одного из упражнений, которые слушатели делают, в общем-то, на… Это уже вторая часть Corolla. Но вот обратите внимание, она такая получилась яркая, такая ворвиглазная и так далее. Вот. Но я могу… Эта группа объектов идет. Я могу взять и, в общем-то, простыми действиями сделать вот так вот посветлее. Я с Control нажимаю на белый цвет, тем самым я чуть-чуть добавляю белого цвета сюда, вот дизайн. С Control могу выделить центральную часть, сделать, например, белого цвета вот так вот. Или взять какой-нибудь симпатичный оттенок с правой стороны. Вот. И таким образом я могу вот здесь вот все это хозяйство исправлять. Вот. И добиваться нужных эффектов. И, в принципе, конечно… Да, еще очень здорово, знаете, в Corolla сделано прокрутка колесом прокрутки. Колесо прокрутки мыши используется для масштаба вот так вот. А могу нажать и вот так вот прокручивать. Очень удобное решение. Как другие не додумались, до такого даже страшно подумать. Ну, естественно, вот этот идет текст, который я могу здесь поменять. Ну, сами понимаете, что в этом упражнении главное не набор текста, а то, что, в общем-то, здесь создание вот таких вот фигурок. Вот, в принципе, здесь нет панели цвета. Панель цвета здесь, смотрите, они вот через световые палитры здесь регулируются. Вот, и можно здесь… Вот, палитра документа, палитра по умолчанию, в принципе, и… Ну, в принципе, вот, это стандартная палитра идет. Вот. А здесь вообще у него настройка целой моря идет, как вы видите. Ну, вот, цветовые палитры, вы можете… Там их просто невероятное количество идет. Вот, палитра по умолчанию, которая была. Вот, палитры сейчас я включил. Вот. И, в принципе, вот отсюда все регулируется. А залезать вот сюда – это там просто время тереть. Там, по-моему, просто невероятное количество идет. Конечно, палитру можете сами создавать, совершенно без вопросов. Ну, вообще, светом у них сейчас в последнее время они замечательно сейчас все сделали. Итак, вот у нас идет такой сюжет. Вот. И сейчас он, видите, довольно простой, симпатичный. Вот, другой немножечко сюжет. Тоже, в общем-то, из упражнений. По шрифтам ругань. Вот. И, вот смотрите, вот такая штука. На одном из упражнений мы рисуем глазки. Вот, слушательница, видите, нарисовала замечательные глазки. Правда, сейчас заблокирован объект. Сейчас я разблокирую. Вот, видите, такие симпатичные глазки нарисовала. Здоровские получились. Вот. Правда, знаете, такое ощущение, что их вот пониже, да, вот как-то вот так вот прям хочется поместить. Вот. Может, конечно, вот так, но это будет немножко не то. Вот. Фоторобот такой. Вот. Так. Оно. А вот эта вот часть, это растровый объект. Здесь вот внизу идет сообщение растр. Растр. И вот я не могу редактировать вот эти волосики. Я хочу поредактировать волосики, например. Что тогда? Я сейчас вот так сдублирую. Право. Вот этот объект. И вот смотрите, здесь есть прямо такая операция, называется трассировать. Трассировка – это операция преобразования растр в вектор. То есть вы получаете набор векторных объектов, которые можно будет править. Но какая трассировка? Быстрая. Без носа остались. Нет, без носа мы не хотим оставаться. Вот. Мы лучше с носом останемся. Давайте посмотрим картинки. Вот так вот картинки. Так. Что там? О, нос есть. Прекрасно. Я могу здесь настраивать. Здесь очень много возможностей по трассировке идет. Вот. И в принципе, допустим, окей. Итак, я получил вот такой вот объект. Вот. Там на заднем плане остался растровый объект. И сейчас я удалил. А это у меня внизу пишется вот группа из такого-то количества объектов. 35 объектов, которые я могу разгруппировать. Группа разгруппировать. Вот они идут. И теперь волосики я могу… Не знаю, какого. У нас рыженькая будет, например, такая вот. О, такая вот дама у нас. Вот. 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 Могу с волосиками здесь еще поразбираться немножко. Поразбираться немножко. Капельку поразбираться. Вот. И так далее. То есть, в принципе, вот с растровым объектом я бы так сделать не мог. А вот с векторным очень даже, в общем-то, могу. Вот. Кстати, как вам личико симпатичное получилось? По-моему, то, что нужно, да? Как? Вот. Личико. Ну вот, по поводу личико. Что, не понравилось? Что, личико не очень, да? Плюсиков не видно? Личико не очень? Хорошо. Ладно. А как вам такое личико? Получше? Личико, надеюсь, вы слово на любители написали по поводу того, да? Вот. Перед вами работа, которую любезно Алексей, по-моему, Глушевич представил. Вот. Он сказал, на тебе работу, покажи своим. Вот. Можете там поразвлекаться с ней. Кстати, поразвлекаться, вы сейчас увидите, как она сделана. Вот. Это его подноготная. Это вот из такого количества, да, Глушевич, да, это замечательный, совершенно художник. Вот. Так что, в принципе, замечательный человек. Так что спасибо ему огромное. И вот, видите, он использует механизм бленд для рисования. Но здесь у него и он использует и растровые программы, Coral Painter, такая крутая рисовалка всех времен и народов. Вот. А там работы очень много. Вообще, можете посмотреть его работы, в общем-то. И там, в общем-то, потрясающе на YouTube. Там, в общем-то, обалденно совершенно сделано. Вот. Вот такая штука. А вот у него там на Facebook он выставляет свои работы. Ну, как показывает, в общем-то. И, ну, это просто мастер. Я так рисовать, к сожалению, не умею. Недавно у меня технической стороны больше Coral использую. Но вот он художник. Видите, потрясающий. Вот. А вот смотрите, какая штука интересная добавилась Coral на вот эту тему. Я сейчас сделаю, чтобы не париться с преобразованием в растр такой скриншот. Вот. Итак, с левой стороны вы видите исходную векторную картинку. С правой стороны это растровая картинка. Ну, с не очень высоким разрешением. Я вам хотел показать одну, в общем-то, функцию Coral в последней версии, которая, ну, если честно, меня просто я завис на ней. В общем-то, настолько это круто. Настолько это красиво. Ну, кстати, обратите внимание, что если кто Coral использовал, у них раньше вначале шли векторные эффекты в первой части, а в нижней части шли растровые эффекты. Сейчас все ровно наоборот. Почему так? Потому что сейчас растровые эффекты можно к векторным применять объектам. И, в принципе, я могу к тем, но мне страшно применять эти эффекты, которые я сейчас вам покажу. И вот у них добавился такой художественный стиль. Вот. И здесь вот можно, видите, вот так вот. Обратить внимание, вот все вот эти вот обработки, по-моему... Так, Александра. Оглушевич. Оглушевич. Вот. По-моему, знаете, вот практически вот эту картинку можно спокойно как портрет распечатывать, размещать. Настолько интересно она обработана. Там всякие хитрые алгоритмы использованы, там нейросети и прочие для вот такого создания. То есть было вот так вот, стало вот так. Видите, совершенно другой, в общем-то, вид. Или вот так вот. Тут уже не скажешь, что это такая юный ангелочек, да, здесь уже другой образ совершенно создается. Вот, смотрите, тоже обалденно, да, вот прям вот такое вот, как вот такое что-то водяное такое чувствуется. Такие вот эффекты. Просто я говорю, здесь сидишь вот и зависаешь. Вот я с вами сижу, сейчас зависаю. Вот. Закат, так называется. Причем, как у них там обрабатывается, я даже, у меня механизмы такие, то тайные остаются. Потому что это не такая, не тривиальная обработка. Вот вообще, а? Какой-нибудь там клетчатый. Вот. Так вот. И теперь вот так вот. Вот такой вот замечательный эффект добавился сюда. Тоже очень своеобразный вид такой, да, такая боевая девчина прямо перед вами. Вот. То есть, в принципе, здесь опять, да, здесь такой абстракционизм, но он, видите, какой очень характерный. То есть, он очень полноценный, и, в принципе, здесь вот на него смотришь, и даже вот нет такой мысли, что-то надо доделать. То есть, оно какое-то очень полноценное все получается. Вот. И, в принципе, вот такие, конечно, возможности, они, ну, очень сильно впечатляют. Вот. Так. Ну, вот из этой крутизны, в принципе, такой еще другой момент. Смотрите. Вот это вот, вы видите, такие художественные возможности Коррала. Кстати, если там на объекты разбирать, там, по-моему, 3000 объектов. Нет, меньше, меньше, чем-то 2000 объектов. Еще Дмитрий Дебезенко, который увлекается созданием тоже очень красивых сюжетов, у него там 20-30 тысяч объектов. Типовая такая ситуация. Правда, что-то его давно не слышно, к сожалению. Вот. Так. И теперь я вам показывал такие красоты. До этого пока вот такие примитивные вещи. А теперь посмотрите, еще такая интересная штука. Значит, я создаю вот какой-то такой сюжет. Вот. Вот так, допустим. А теперь представьте себе, что вам нужно сделать такую, ну, тривиальную схему вашей комнаты. Вот. И вам нужно разместить там мебель. И вам нужно теперь соображать, какого она размера будет и так далее. Конечно, вы скажете, да есть там автокады, архикады и прочее. Но вот смотрите по поводу Корла. В чем сложность? А как я здесь укажу размер? Например, там, ну, вот оно в 6 метров. Ой, шкаф в 6 метров вряд ли, да? Ну, 2 метра шкаф может быть. Вот. И что? Я в 102 метров пишу. Вы скажете, да, мы масштаб будем работать. Ну, как пересчитывать, да? Замечательно совершенно. Что я делаю? Я тогда перехожу в настройки линейки. И здесь у Корла такая интересная штука. Изменить масштаб. Изменить масштаб. Я сюда нажимаю и говорю, что у меня, например, будет 1, ну, допустим, к 100. То есть 1 миллиметр соответствует 100 миллиметрам реальным. То есть 1 сантиметр на листе будет соответствовать 1 метру на, 1 реальному метру. Вот. 1 сантиметр на листе. Ну, вот, то есть 20 метров, да? 20 сантиметров лист. Ну, 29 на 21, да? То есть 20 метров лист. Ну, я могу другие масштабы здесь сделать, не вопрос. Ну, допустим, 1 к 100, да? Вот так вот масштаб поставил. Окей. Окей. Вот. Но наверху линейка, вы видите, вот 3 тысячи, 3,500 идет, да? Миллиметра. А я сейчас метры переведу, чтобы мне было удобно. Так, сейчас метры идут. И теперь я говорю, что вот этот шкаф размером 2 метра, ну, допустим, на там 60 сантиметров. На 0,6 метра. Вот. А если у меня пропорции были включены, пропорции не нужны. Вот, 2 метра. И я сейчас, видите, получаю объект. Вот там наверху, вы видите, написано 2. На 0,6. То есть я работаю в совершенно реальных размерах. Вот. Вот эти реальные размеры. Это шкаф будет. Здесь потом, например, будет кровать у нее. Там ширина 2 на 2, например. Вот. И, допустим, я вот так вот размещаю вот эту свою мебель. Вот. И в таком духе я могу, видите, планировать прям вот так вот все конкретно. Более того, я могу здесь поместить размерные линии. Вот. И, ну, конечно, здесь шрифт поменьше надо сделать для этой цели. Вот. И стрелки поменьше. Ну, вот в таком духе получается. То есть даже если вот так меня, видите, здесь вот эти размерные моменты, они здесь, в общем-то, на месте оказываются. То есть получается, что я могу, в общем-то, здесь, ну, задавать в реальных размерах. По-моему, это очень здорово. Потому что вы можете спланировать любое пространство, реальное, не веб-страницу, а реальное пространство, и совершенно спокойно в нем, в общем-то, оперировать. Вот. Так. А теперь я вот смотрю. Кстати, давайте напомню такой момент, уважаемые слушатели. Еще у нас скоро сегодня завершение. Напомню. Кому актуальна скидка на CorelDRAW, пожалуйста, пишите мне на почту, что вы на семинаре были. Сейчас еще разу-ка я продублирую в чате. Что вы были на семинаре, что вам нужна скидка. Вот. И фамилию, имя, да, свое. И дальше я нашему уже передам. Потому что сейчас мне вас посчитать будет крайне затруднительно. Я... Это очень долго будет. Я лучше вам покажу еще одну штуку. А еще одну штуку, знаете, какая немножко необычная. Вы, наверное, знаете, есть такие облачные программы, которые в облаках живут. Ну и Corel, в общем-то, прикупил гравит-дизайнер такую. Ну, он по-прежнему цел еще гравит-дизайнер программы. Она отдельно развивается. А Corel сделал так, что, в общем-то, ее сделал... Ее сделал... Денис. Не сюда, не в чат, не в чат. На электронную почту, пожалуйста. На электронную почту. Вот. В чат я не смогу потом увидеть. Так вот. И, в принципе, я могу вот эти вот сюжеты там редактировать. Как это выглядит. Попробую. Итак, сохранить в Corel Cloud. Назову, например, там схема. Сохранить. А дальше я запускаю такую программку. Вот. Она называется... Сейчас. Она называется... Называется... Она называется... Вот так вот. Corel... Corel... Draw... Апп. Марина. Так. Кто у нас самый внимательный? Была задача... Пишите мне на почту. Мне на почту, не в чат. Вот. Итак. Вот видите, здесь идет новый дизайн. Кстати. Новый дизайн. Я могу здесь создать, ну, вот, допустим, печать. Да. Вот так печать. А4. Но, вот, смотрите, перед вами, в общем-то, другое немножечко размещение интерфейса. Это шелбочный вариант. Ну, здесь есть прямоугольники. Вот. Правой... Правда, с правой кнопкой это не копируется. А это кнопочка Alt. Как у Adobe, с ClashAlt дублируем, выполняется. С правой стороны свойства и так далее. Вот. То есть, в принципе, вот, возможности, ну, пока что очень похожи. Но я могу также открыть из облака. Из облака. И вот эта схема идет. Открыть. Тут дальше, знаете, возникает такая проблемка, что если он может там начать ругаться, на самом деле. Тут сейчас как повезет. Вот. О, нет, смотрите. Они сразу предупреждают, что, в общем-то, все, что я... 20% надежда. Скидка 20%. Вот. Все, что я делаю, будет соброшено на новый слой. Чтобы я мог обратно в Corel или потом. Итак, вот сейчас перед вами то, что... Вот он мне так вот открыл. Видите, тут прямоугольник есть. Но вот то, что там идет, оно как бы заблокировано. Это исходный рисунок. Видите, здесь он заблокирован, в принципе. Вот. И здесь, в общем-то, я могу вот эту блокировку отменить. Но, в общем, получается, что я могу сверху как бы добавлять какие-то сюжеты. Также я могу, в общем-то, здесь сохранить файл и открыть его обратно в Corel. Но если я буду здесь что-то такое сохранять, там что-то такое делать. Вот. Например, вот такой странный сюжет. Да, кстати. Смотрите. Новый дизайн на основе шаблона. Вот здесь шаблонами они, в общем, немножечко, так сказать, им было не жалко вам, короче, шаблонов симпатичных. Вот, видите, такие разные шаблоны. Сейл 50. У нас 20. Вот. Саммер. А у нас осеннее. Ой. Осеннее сейл 20%. Вот. И я могу этот файл тоже сохранить. Ну, так, я сохранить нажимаю. Ну, видите, невозможно сохранить в формате Corel.DRAW. И тут возникает... Да, Enterprise – это особый разговор вообще. Да, тут с Enterprise-ом тут дело особое. Вот. Так вот. И здесь вот дальше вот такая ситуация. То есть вы можете в Corel сохранить, но там править вы не сможете вот эти моменты. То есть весь внешний вид вы сохраняете, например, сохранить редактируемым. Но что там станет редактируемым, остается, в общем-то, сложно сказать. Или пропустить несовместимые объекты. Ну, допустим, я вот так вот ОК нажимаю. Вот. И сохранить редактируемую. И, допустим, тест 2. CDR. Сохранить. Возвращаюсь в Corel. Corel. И открываю... Нет, не отсюда. Открываю из облака. Из Corel Cloud. Так. И... И... Ну, пока еще не доползло, видать. Там тоже бывает оно не сходу. Схема есть, визитка есть, а того пока нету. Так, сейчас я еще гляну тест. При попытке произошла ошибка. Ну, да, вот. Пусть сохраняет вот сюда. На мой компьютер. Вот. Тест 2. А почему? Сохранить. Сохранить. Повладайте. Повторить попытку. Так. Ну, вот. Видите, пошла катавасик какая-то. Вот. Ну, вот. Беда-беда. Не, мультфильмов в пейнте можно делать. Александр, там это самое. В пейнте можно гиф-анимашки делать. Вот. А в Corel Drone нельзя. То есть он не поддерживает такие мультипликационные гифы. А в пейнте, да, можно там. В общем-то. Так что там, да. Ну, вот. Возможность фото-пейнта мы немножечко затрагиваем на курсе вторая часть Corel. Ну, конечно, немножко совсем. Смотрим. Мультики как-то можно делать. Ну, тут как бы сказать так, что это круто сделано, я бы не сказал. Ну, мультики делать можно. Но удовольствие сильно-сильно вам это не сильно доставит. Вот. Так. Ну, я сейчас вам, в общем-то, покажу сопряжение с Corel Draw Up. Вот эти сопряжения, судя по всему, Corel еще отлаживать и отлаживать. Но идея такая, что вы можете сохранять, потом вы можете расшаривать эти документы. Вот. И можно, например, там комментировать эти документы и так далее. Это немножко проблематично показывает, потому что это надо с разных электронных почт это все делать. Я не хотел, но не стал заморачиваться. Вот. По-хорошему, в принципе, можно просто файл отослать и там это обсуждать по другим способам. Ну, вот, Corel развивает этот сервис Corel Draw Up. Будем надеяться, что он будет дальше развиваться. Пока чего-то он иногда как-то странные глюки выдает. Так. Ну, у нас с вами сейчас 18.50. И я, наверное, уже завершаю наш вебинар, потому что у нас до 18.45 наш план. Вот. Список горячих клавиш. Вика, там, в принципе, Corel. Вы же можете посмотреть в справочнике, там, это Corel. Ну, давайте так. Если у вас возникает вопрос, вы мне пишите на e-mail, да, в принципе, на почту список. Если у вас возникает вопрос, там, да, в принципе, вы пишите мне на электронную почту. Например, Вика, вы мне пишите. Дайте, пожалуйста, список горячих клавиш, да. Или вы имеете в виду от Corel, чтобы Corel вам прислал список горячих клавиш. Вот. На почту получить можно, но тогда я вам должен ссылочку дать на эти горячие клавиши Corel. Да, запись будет доступна, Алексей, но вопрос, когда. Вот. Так, напоминаю свою электронную почту. Но надо сказать, что горячие клавиши Corel там в интерфейсе, у нас страивается просто потрясающе. Даже, можно сказать, слишком. Это возможности они очень давно у них есть, но они сейчас их, так сказать, сделали так, чтобы нельзя было интерфейс так изменять, в общем-то, неузнаваемо, как это раньше можно было делать. Это можно сделать, но это надо лезть в настройки, там, подальше, скажем. Так раньше было вообще, там, чуть не сходу можно все делать. Вот. С горячими клавишами, поэтому здесь все настраивается. Но вот у них рабочее пространство есть, а-ля Adobe Illustrator. Ну, конечно, это не Illustrator. Все-таки механизмы работы совершенно разные у них. Вот по поводу Corel. Вы видели могучий Corel Draw. Вы видели замечательных, так сказать, наших художников. Вы видели, ну, замечательно у меня. Не знаю, как я там выглядел. Будем надеяться, что неплохо. Ну, и вы послушали, что у нас есть по Corel, в принципе. И у нас вот есть, да, кстати, еще, знаете, хотел сказать такой момент. У нас занятия идут, вот есть в обычном варианте. Ну, в обычном варианте сейчас, видите, как у нас очень часто по вебинару сейчас занятия идут. А еще такой режим открытое обучение, это когда по видеозаписи занимаетесь. Ну, вот. Но вы на прямом контакте с преподавателем и все вопросы задаете. Заниматься можно откуда угодно, в общем-то. И вот этот режим, в принципе, довольно активно используется. И если кому, в общем-то, интересно, я сейчас секундочку скажу. Когда, чего, чего, когда, например, это вот у меня в субботу 17 октября стартует как раз по субботам группа вот этого открытого обучения. И там спокойно можете на Corel записываться, в общем-то, и там вы все успеете сделать. Потому что занятие по субботам, по-моему, самый эффективный вариант. Не надо торопиться никуда, вот, и все можно посмотреть. Так, ну что ж, есть вопросы? Задавайте. Если нет, то через минутку завершаем. Скидка 20%. А сколько действует? Ну, вот, действует скидка. То есть, в принципе, Corel будет давать скидку. То есть, мы ваши, так сказать, данные даем Corel, и они вам дают скидку. Вот такой механизм. Жалко, не подключился к нам сегодня Сергей Фенев, но у него сегодня много дел, как он заранее предупреждал, поэтому у него не получилось. Так, ну что, запись завершаем. Всем хорошего вечера. До будущих встреч. Надеюсь, не болейте. В общем-то, держитесь. И сертификат от Corel, да, по обучению, да, мы даем официальные Corel сертификаты. Вот, так что, номерные, да, без фотографии, но с номером, с вашей фамилией, с именем и с номером. Так что, от Corel фирменные сертификаты по, так сказать, окончанию обучения, но не по семинару. А, единственное, что сертификат может быть от нашей фирмы, не знаю, вот это, честно скажу, тогда у наших надо было узнать. Что-то я как-то вот протормозил на эту тему. Так, ну что, всем удачи, до свидания, до новых встреч.